Девушки отдыхают Девушки отдыхают Анатолий, я не знаю, верите вы в приметы или нет, но я вам скажу, эта машина своим хозяевам удачу приносит. Даже не столько удачу, она просто помогает им в работе. И не смотрите на меня так, слушайте. Вначале она принадлежала какому-то археологу. Он лет пять искал где-то в Карелии какое-то древнее поселение, никак не мог найти. Решил, все, еду в последний раз, если не нахожу, завязываю басно. На этой самой машине. Поехал. Представьте себе, лесная дорога, сумерки. И вдруг блохнет мотор. Что делать? Отправляется в деревню за подмогой. Через лес. Что думаете, натыкается на то самое поселение, которое искал пять лет? Да. А что с мотором случилось? Толечка, с мотором не случилось ничего. Аккумулятор сдох, все дела. А почему аккумулятор сдох? Толя, Толя потек, Толя выкопил. При чем здесь аккумулятор? Вы меня слушайте, я вам расскажу, что она ему не помогла. Самым невероятным образом. Толя, вы меня слушаете? Толя. Слушаю, слушаю. Так вот. Года три назад я рискнул заняться торговлей специальными мастиками для полов. Собрал всю наличность, занял еще. Закупил партию этой мастики в Финляндии. И хоть ты тресни, завис, товар не идет. Что делать? Я так и сяк, ничего не получается. Ну, думаю, все. Придется квартиру продавать, чтобы с долгами рассчитаться. В таком отчаянии еду на этой самой машине из офиса. Светофор, красный свет. Жму на педаль. Проваливается. Что делать? А рядом стоит джип навороченный. Думаю, если в него врежусь, не только квартиру, жизнь потеряю. Я рулевое. Руль-тарас, у меня рулевое прекрасное, в сторону. И вписываюсь в дом. Ну, тихонечко так, тюк-тюк-тюк-тюкнулся. У меня же машина застрахована. Стою, жду милицию. Дом на ремонте. Выходит, прораб. Я с ним разговаривался. То да все. Между делом, говорю про мастику. Мол, готов продать по оптовой цене. А он говорит, подождите. Поговорил с начальником. Толя, купили мне эту мастику всю. А если бы не тормоза, до сих пор бы мастикой торговал. Что скажете? Что скажу? Ну, куплю у вас эту тачку. Да. А вдруг у него тормоза? Завтра откажут. Толечка, тормоза не откажут. Зачем тормозам отказывать? Хомутик с тормозного шланга слетел. Я его прикрутил. Толечка, все в порядке. Но история, история, Толя. Это же мистика какая-то. Да? Да какая тут мистика? Да, по-моему, просто совпадение все. Э, Толечка, нет. Есть вещи, которые современная наука объяснить не может. Но они существуют, Толя. Вот недавно, на этом же самом Мерседезе, поехал я в лес за грибами. Знаю одну рощицу. Давайте вот что. Сейчас поедем к нам в отдел. У нас там водила есть, я с ним посоветуюсь. Он на этом деле собаку съел. Я в машинах вообще ничего не соображаю. Скажешь, бери, возьму. Договорились? Анатолий, едем. Толечка, чувствуете, какой ход? Словно утюжком по шелковой простынке. На трассе идет чудо. Просто чудо. Кондиционера, конечно, нет, но при желании поставить можно. Толечка, я вам скажу, что за такие деньги лучше тачки вы не купите. Не понял, глушитель пробит, что ли? Нет, эта прокладка полетела, за полчаса поменяйте, не проблема. О, приемистая. Сотку за пять секунд делает, это же Мерсак. Немецкое качество. И через десять лет будет как новая. Толечка, это амортизатор. Амортизаторы поменяете, у меня приятель в Германию ездит, привезет, не проблема. Даром, что ли? Толечка, конечно, не даром, но ведь это такие пустяки. Толь, посмотрите, сколько места. О, здесь сиденье можно сдвинуть. А сзади, Толь, о, сзади слон поместится. Вот. Это вам не Жигули. А что, Жигули нормальная машина. Я, между прочим, Жигури хотел... Ну, перестаньте, зачем вам этот русский автодром? Нет, вы же видите, машина в прекрасном состоянии. С 79-го года, а бензин оживет с наперсток, и две сотни на трассе легко. Какого-какого года? Толечка, это не важно. Вы запомните одно. Иномарка 20-летней давности лучше, чем новые Жигули. И это не реклама. Толя, вы здоровые-то смотрите. Куда вы едете? Суровая тачка. Из какого музея? Что вы! Эта машина еще в Формуле-1 гонять будет. Да, вот. Посмотрим, какой формуле. Конечно, конечно. А, так, сейчас. У меня здесь веревочка. Немножко на себя надо. Оп-па-да. Оп. О, вот и открылся. Битая. Да что вы, убери голову. Ни разу жизни. Краска не родная? Краска не родная, да. Ржавчина была, немножко сам подкрасил. Клянусь, Толя, клянусь. А стойки тоже сами погнули? Стойки погнули, я стойки погнул и стенка. Помните, я рассказывал, немножко поцеловался и все, за полчаса в сервисе починили без проблем. Толя, без проблем. В общем, так, Анатолий Валентинович, тачка вроде ничего, но... Прекрасная тачка. Нет никакой гарантии, что завтра она не развалится. А ремонт дороже новой обойдет. А чего ей разваливаться? Я-то езжу ничего. Конечно, машина не новая, но цена адекватная. Потом, Толь, доля, ее же можно в любом дворе ставить. Совершенно спокойно, никто не угонит. Нет. В общем, я все сказал, решайте сами. Товарищ! Толечка! Я же вам магнитолу цифровую подарю! Бесплатно! Я сейчас. Где же она у нас? Сейчас-то. Вот. Толя. 40 ватт. Акустика филипсовская. Берешь, вставляешь сюда. Пальчиком. Раз. Толя, главное, не утащим. Вытащим, подсиденье спрятал. И гуляешь. Совершенно спокойно. Беру. Ну что же, Толечка, поздравляю с покупкой. Ты сказать, с удачной. Водейте. Ага. Да-да, забыл сказать. Масло надо поменять и фильтр воздушный. Так. Что вы еще забыли сказать? Все-все, больше ничего-ничего. Резина не лысая, еще годик выдержит. И тормозные колодки тоже. А если что, можно на рынке прикупить. Это не проблема. Да купить-то не проблема. Деньги проблема. Деньги, деньги, деньги. Да, сейчас, 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 сейчас. Как же деньги? Подожди, как же это? Деньги, да. О, да-да-да. Деньги здесь. Толенька, главное, главное, помните, что я вам о ней рассказывал. А вы много чего рассказывали. Только вот про колодки и фильтры первый раз слышу. Толя, Толя, такие пустяки, Толечка, такие пустяки, Толя. Толя, вы запомните, у машины есть душа. Если к ней относиться с любовью, с почтением, с нежностью, она будет вам отвечать тем же, как собака. Сомневаюсь, чтобы она вместо меня преступников ловила. Ну, как знать, как знать. Что же, с Богом. Я побежал, у меня еще куча дел. Ну, давайте, Толечка, давайте, езжайте. Ну, Толь. Толь, ну-ка, давай, давай, давай. Ну, заводи, заводи, Толь, заводи, давай, давай. Куда-то отпускай. Давай, давай. Ну, давай. Все. Пока. Счастливо. Мама моя родная, это еще что такое? Это теткин автомобиль, марки Мерседес. Это я и сам вижу. Ну, а если видишь, что спрашиваешь-то? Ой, мама моя родная, уж и спросить нельзя. Твоя? Моя. Супер. Это какого же она года? Запомни, теткин, любой автомобиль до иностранного производства, даже двадцатилетней давности, лучше новых «Жигулей». Это не реклама, а научно доказанный факт. Так кто ж спорит-то? Класс. Это тебе не какой-нибудь «Жигуль». Ходкая, небось. Ходкая, но только в пробках все равны. Мерседес и «Жигули». Тот я смотрю, у Мухомора уже давно летучка идет, а ты только подкатил. Ой. Ой, елки-поп... На метро быстрее было! Так это что же получается? Так мы скоро будем раскрывать только то, что само собой раскрывается. Так что ли? Ну, Юрий Александрович, в общем, картина по отделу не такая уж мрачная. Да ты помолчи, майор! Я тебе слово пока не давал. С нас требует стабильности, роста показателей, повышение процента раскрываемости. А у нас что? Разочите! Извините, Юрий Александрович, опоздал. У нас развал дисциплины! Какой пример ты подаешь молодым сотрудникам, капитан? Плохой. Ну, виноват. Да я в пробке застрял. А что ты в ней делал в пробке-то? На работу стал на такси ездить, что ли? Да нет. Я машину купил. Вот. Да ты чё? Да, вон там подушник стоит. Это вот это, что ли? Ну, жёлтый, до свидания. Ничего себе! Не всё, ты здесь говоришь. Прекрасная модель. Не слабо. Ну, а что же он, отечественный автомобиль не мог купить, что ли? Да и я вообще хотел, Жигули, но... Ладно. Ладно, ладно, все свободны. Все свободны. Слабо. Слабо. Ночью опять две тачки обнесли. Бьёт стёкла и шурует. Опять? И сколько уже за месяц? Вместе с сегодняшним двадцать. Да. Ой. Слабо. А, видишь ли, в данном случае ты меня интересуешь, как женщина. В каком смысле, Юрий Александрович? Нет. Ты мне не так поняла. Настя. Речь идёт о ребёнке. Юрий Александрович. Ну, а чё они хотят? Чё они хотят? Я не понимаю. Народа и так не хватает. В отделе не до комплекта. Ну, видишь, нам Саню прислали. Нет, ну, конечно, Саня семерых стоит. Но бандюки об этом не знают. Если бы они знали, они бы сразу ломанулись с повинной. Все при чём. Значит, у нас проблемы с распространением информации. Не у жены, понимаете, не у меня. Нет в этом смысле никакого, ну, никакого опыта. А ребёнок шустрый, понимаете. Он мне внучатый племянник приходится. Вот. Он у нас какое-то время поживёт. А как с ним справляться, я ума не приглашу. Жена, тем более, чуть ли не каждый день, через день говорит, что я только с убийцами, с уголовниками, а это ребёнок. Юрий Александрович, ну, у меня тут тоже такого опыта пока нет. Вот, а я на вас надеялся. Больше не на кого. Ну, дети, это вообще очень серьёзно. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, давайте игрушек ему купить. Да игрушек, полдон. Сказку расскажете. Сказку расскажете. Дети очень любят сказки. Что? Вот-вот сказки. Это уже кое-что. Сказки. Сказка. Конечно. Так вот это замечательно. Вот этому спасибо. Можно идти. Спасибо. Мы тоже всё в Главша стали. Так вот однажды оттуда и не вернулись. А потом мне надо ещё в прокуратуру успеть. А, нам ещё и в прокуратуру. А в восемь я вас всех жду в Авроре. Целую, люблю, Наська. Пока. Ну, кто за подарком? Ну, Аврора, это круто. Это я в Кондаков расстарался. Ну, а кто ещё? Нам Аврора не по карману. Кто за подарком идёт? Ну, вот ты и иди. А нам с Саней ещё поработать надо. Давай, давай. Ага. Капитан Дукалис. Ой, Анатолий Валентинович. Здравствуйте. Это корреспондент Зоя Иванова. Узнали? Привет. Анатолий Валентинович, я бы хотела получить у вас сводку новостей за прошедшие сутки. Что-нибудь интересное произошло? Интересного? Служебный вертолёт угнали. Прямо-то дело. Увидишь, позвони. Это кого вы так приласкали? Да надоело эта Зойка, папарацци. И запомни, Саня, я вообще журналистов не жалую, ясно? Да более чем. Так, мужики, давайте ещё пополтинничку, а? Если не хватит, чтоб не возвращаться. На. Только купи что-нибудь такое, ну, полезное. Рыбий жир, например. Ну, остри, остри. Я имел в виду, ерунду не покупать. Я не острю, я куплю полезное. Так пойдёшь или переодевать идёшь. У нас с Саней парадная форма с собой. Ну, почему так? Домой заедут. Для меня теперь это вообще не проблема. А, да, кстати, а как у тебя ночь прошла? А тут звонят, а я не знаю, что ответить. Ночь нормально прошла. Одно на живое. Мать сына по пьяне пырнула. Два угона. Ночь как ночь. Ага. Так, всё, я пошёл. Это мухомор драматизирует. А у меня ночь как ночь. Так. Вот что, Саня. Поедем сегодня вечером торговца наркотиками брать. Вечером? А как же Аврора? Да не волнуйся ты насчёт Авроры. Успеем. Там, где лов-то, на копейку. Представляешь, этот наркошин, ну, заплаткиного фамилия, совсем оборзел, торгует наглую. Вот только на дверях таблички не хватает. Я, вообще-то, наркоконтроль наводил. Ну, они что-то не торопятся. Видимо, рук не хватает. Так что, славненько. Да. Нам этот наркоша очень даже кстати. Ну, в смысле, раскрываемость. Ну, что там? Всё совсем безнадёжно или... Ну, почему же? Сейчас посмотрим, что можно сделать с вашими волосами. Вы знаете, я хотела бы впереди немножко поднять, а края закрутить, чтобы такая пышненькая, кудрявая голова была. Можно? Нет, вы знаете, поднять, закрутить я бы хотела. Это всё в районе парикмахерской. У нас здесь визаж-студия, вы в руках профессионала. Простите. У вас очень хорошие волосы. Но... Спасибо. Но неухоженные. Нужно сделать маску. А, какую маску? Ой, вы знаете, это эксклюзивное средство из пыльцы таёжных эдельвейсов. Если честно, я думала, что эдельвейсы не растут в тайге. Нет-нет-нет, я ж вам говорю, это эксклюзив. А... Ой, вы знаете, если честно, у меня очень мало времени, поэтому... Опа, ума щипит как. Пуэр-этер-биль эльфро-суфрир. Это по-французски. Ну, я помню, чтобы быть красивой, надо страдать. Спасибо. Да, посидите, пожалуйста, сейчас вам кофе принесу. Вы знаете, я спешу очень. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, Андрюш. Андрюш, что случилось? Ничего тогда, что ты мне звонишь. А я в парикмахерской. Да. И на голове у меня эдельвейсы. Понял? Вот так. Всё. Целую. Пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СМЕХ А ты что здесь делаешь, а? Привет, Валентиныч. Привет. Ты где такой кирогаз достал? Достал, достал. Купил. А что, не нравится, что ли? Ничего. Колер симпатичный. А где? Случайно не у Черчилля взял? У Чапаева. Садись, садись. Давай. А куда намылись-то? В препараде-то? На работу, Сергеев. На работу. И не в препараде. Нормально. А ты вот, 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 вот. Ты запомни, сотрудник органов должен выглядеть безупречно. 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 40 Ватт выдает. Филиппская акустика. Вещь. И самое главное, никто не утащит. Вытащил. Подсиденье засунул. И гуляй спокойно. Да! Выше пошли. Стоит, родная. Так. Давай, приземляйся. Тут обзор. Да и не дует. Посидим, подождём. И долго? Ну, это ж как карта ляжет. Не, я думаю, недолго. Сейчас самое их время. Скоро за дозы потянутся, куда они денутся. Понятно. Будем ждать. А говорят, он наркоту в барабане хранит. Ну, Заплавкин этот. Представляешь? В барабане? Угу. Он ещё в школе, ну, давных играл. Ну, а сейчас, видимо, ностальгирует. Купил себе установку и стучит. Представляешь, сколько заяв от соседей было, а? И что? Да ничего. Хитрый сучок. Барабанит он до одиннадцати. А до одиннадцати закон не запрещает. Учти. Надо же. И что? Прямо в барабане героин? Ну, да. В большом, который на полу. Угу. Угу. Кстати, если он сейчас барабанить начнёт, можно ворваться под видом соседей. Угу. Дверь откроют, а дальше по схеме. Ой! А чего тебя там в барабань? Не героин, случайно? Так. В морду. Ну, и всё. Поехали в Аврору отдыхать. В морду. Барабанов-то не слышно. Значит, не зря мы здесь с тобой сидим. Он когда торгует, внимание к себе не привлекает. Понятное дело. Тихо, тихо, не суйкинись. Стой. Будем брать, когда выйдет, тёпленькую с дозой на кармане. Ага. Привет. Смотри, написано, авторская упаковка подарков. Ну, и чёрт меня дёрнул. Она передо мной какую-то фитюльку упаковывала полчаса. То соломинку какую-то приложит, отойдёт, посмотрит. То цветочек в сторонку так. То с одного флакончика брызнет, понюхает. То с другого. Ушёл бы. Да куда я пойду? Полчаса отстоял, уже обидно. А, ну да. Потом с этой фигнёй минут сорок. Да, столько труда вложено. Жалко распаковывать. А ну-ка, тихо! Саня! Ты шо? Ты шо ты? Спокойно! Ух ты! Год! Лично от милиции комарина. Аааааааа. Отстань! Ух! 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 положим а сами с вами потихонечку поднимемся испачкались прошу вас сань мадам вот туда в ту комнату пусть отдыхает ну откуда героин от мы с тобой потом поговорим вляпался ты основательно вот в китае за такое расстреливают магазин вешают а у нас четвертуют и поэтому ежели не хочешь остаться без рук без ног будешь помогать стоять и встречать клиентов и торговать этим зельем а мы с саней будем этот процесс контролировать и чем больше ты продаж тем всем нам будет лучше правильно ну я не слышу личико подними правильно я спрашиваю да ну вот отлично да и не вздумай клиентам подмигивать тик заработаешь издеваетесь ну и где они понятия не имею при мне было сказано ровно в восемь да вот она дисциплина распустил личный состав майор где же вы только вас все и ждут а толя с саней они опаздывают настенька это тебе от нас от всех с днем рождения вы красота то какая мне же это не развернуть рука не поднимется вот и мне так показалось только после вас не все а хотелось бы одним махом как говорится семерых убивахом ладно подождем ну ты даешь и это умеешь а ну взбаться чем-то да легко а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Заплаткин, достучался? Куда это? Никуда, по барабану. Что ты себе его так устроишь, а? Ну, смотрите, смотрите, вы ее издевает. Твоя хата. Твоя хата. Вот и привлечет. Вот и привлечет. Первый раз штраф. Второй раз 15 суток. Вот у меня свидетели. С составим протокол. 23 часа 08 минут. Ты нарушил покой. И долго ты в засаде сидел? Да я. Это вы, Анатолий Валентинович? Узнал. Да я. Ебогу, Ёлкин. Ты б его лучше за героин бы взял. Какой героин? Подучетных своих надо знать не только в лицо. Значит так. Протокол отменяется. Пойдешь сейчас в коридор и будешь сохранять задержанных. Так, давай. А вы не уходите, не уходите. Пожалуйста, в комнату. Нам как раз понятые нужны. Прошу. Угу. Да, вот так. Присаживайтесь. Тихо. Давай. Деньги перенес? Принес. Давай. Руки! Не рыпайся! Да тихо тебе говорил! Спокойно, спокойно! Все. Домой пора. А вы веселитесь, веселитесь. Дело молодое. Но помните, завтра днем на работу. Угу. Да! Все, завязываем. Черт, они же там, наверное, все выпили и съели. И, Волгин, сколько там-то их набралось? Двенадцать, Анатолий Валентинович. О, а что? Хорошее число. Заплаткин. В тринадцатом будешь, я надеюсь, ты не суверный. Завтра рабочий день, между прочим. Правильно. Тсс! Спряся, задвиг! Тсс! Давай. Проходи. Продажь. Деньги принес? Знаешь, у меня с этими, с бабосами голяк. Возьми вот это. Чумовая вещь. Я ее у брата взял. Он себе новую купил. Она работает. Я сам проверял. Здоровьем клянусь. Здоровьем клянусь! Брата говоришь, убьем! Ну, баба! Убью! 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 Бью, котелыш. Анатолий Валентинович, только спокойно, спокойно, слышите? Клиент берет все наши машины, все 20. С вашей двадцать одну. Не убивайте его, Анатолий Валентинович, он нам живым нужен. Он их взял или он свершил? Свершил, свершил. Он во все признался. Представляете, какая удача. Ох, если б не ваш Мерседес. Я только с работы приперся, господи. Что ты на меня смотришь? А то уложить у ребенка уложить не можешь. Можешь за твой ребенок не спит, а он на меня смотрит. Да ладно. Не умею так не умею. Ну вот иди и сам разберись. Вот посмотри, вот посмотри, как нужно. Вот так. Не спишь? Не сплю. Это не хорошо. А... А... Знаешь что? А давай-ка я тебе лучше сказку расскажу. Хочешь? Хочу. Слушай, в некотором царстве, в некотором государстве случился вооруженный грабеж. Статья сто двадцать восьмая, часть вторая. Ты что, совсем уже с ума сошел? Ты что, ребенок? Да. Да. Не то. Сказка. А знаешь что? Я тебе завтра другую сказку придумаю и расскажу. Волшебную сказку. Интересную. Хорошо? А сейчас спи. Договорились? Договорились. Вот так. Молодец. Вот так. Молодец. Ай. Не знаю, не знаю. Таких стекол немецкая промышленность уже давно не упускает. Не знаю. Может посмотреть, если на складах что-нибудь можно найти. Что-нибудь запылилось. Но вряд ли. И что делать? Что делать? Не знаю. У вас же это ящер. Да исторический. Где же я для него в наше время запчасти-то найду? Так это хана что ли полная? Ну, хана может и не полная. Но попробую завтра посмотреть в одном местечке. Приезжайте завтра. Покумекаем. Может что-нибудь и придумаем. Ну, в крайнем случае, вам из аркстекла вырежем. Ну, ты уж постарайся брать. Ладно. Попробуем. Посмотрим. Да, товарищ полковник. Так. Так точно. Ну, поздравления принимать. Все дела нетрудные. Да. Все, товарищ полковник, все двадцать. То есть двадцать одна, считая машину Дукалиса. Ну, да. На редкость. Удачно. Не было бы счастья, как говорится. Ну, да. Передам. Обязательно передам. Нет, он не расстраивается. Он даже наоборот. Он даже доволен. Прям зла не хватает. Так бы дал зубы. Прям. Да ладно, Толь. Ты и так уже этого засранца напугал. Заикаться будет на допросе. Вовремя ты себе мерзку пил. Не, ну машину жалко. Машину жалко. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, ну почему он именно в мою тачку полез? Ну, во дворе стояло. Ему показалось, что навороченное. Соблазнился. Да нет у меня денег на ремонт. И стекла такого тоже нет. Нигде. Ну, заклей пока пленкой на время. Жалко, тебя не было на банкете. Хорошо, посидели. И тут он как заревет. Я его просто умею и вот сейчас. Как раненый лев. Или даже как стая раненых львов. В общем, жутко всем стало. Даже я испугался. А варюга этот просто за страху в обморок упал. Честное слово. А наш то, наш то. Магнитол хватает просто как пуля летит туда. А брат, ты ещё быстрее. А я вот тут слушаю подробности вчерашнего задержания. Судя по словам очевидца, это было больше похоже на античную трагедию. Ну тот же пафос, мощь вот только хора не хватало по-моему. Имени Пятницкого Толь, ты-то просто герой Жаль, только Аврора пропала, а так Алло, капитан Абдулова Толю? Сейчас, пожалуйста Можно я вам помогу? Одну минутку, сейчас Толь, тебя Да Анатолий Валентинович, здравствуйте Мне сказали в дежурной части, что вы стали жертвой преступления Это правда? Сама ты жертва Ой, вы не переживайте, Анатолий Валентинович У меня самой на днях фотоаппарат украли В метро и сумки Представляете, пришлось новый покупать Послушайте, это же вы серию подняли Сколько эпизодов? Двадцать? Двадцать один Поздравляю, Анатолий Валентинович Я заеду за подробностями Давай Скажи, пожалуйста Мы уже разговариваем Как профи Серию подняли Сань, ну давай натягивай, давай Да, Митенька Ну Ну, ну почему не думала Думала Мить, подожди, я из кабинета выйду Вот так Ой, Анатолий Валентинович Анатолий Валентинович А это та самая Ваша Отстань Стекло разбито А что вы его не ставите? Ой Это получается Что это ваша машина вам удачу принесла, да? Опа Ну, еще разочек Вали отсюда Ага Опа Я сказал, вали отсюда А вы можете гребить мне сколько хотите Я не реагирую Все, читайте завтра в номере Ну вот А что, красиво? Я не знаю, мне нравится Аккуратненько Завтра на станцию повезу Обещали покумекать Завтра? Ага Ну что, придется в ней ночевать? Бедная моя Да Как говорил прежний ее хозяин У машин Есть душа Они все чувствуют И понимают И боль, и заботу Толя Ты от горя крышей не двинулся, а? А если бы ты слышал, что он еще про нее рассказывал Что? Черт А вдруг он прав, а? А может, она действительно Хозяином помогает? Ну сколько мы это еще в журика плавили, а? Кстати Ты Стивен Акинга читал? Толь Ты точно съехал? Да иди ты На, ты че Со своим Кондаковым посудишься Не поссорилась, что ли? О Ну не поссорилась и рассталась Опа И у меня огромная просьба При мне больше о нем не упоминай Насть Ты крута на поворотах Угу Только-только в Авроре куроресили А уже Расстались Не, подождите Кто-то в Авроре куроресил А кто-то и преступников задерживал Слушай, Настя Ну, Настя, это Ну, ты можешь с ним попозже расстаться, а? Ну, не обидно же, ну, ну, че ты Ну, мне тоже охота, между прочим Потусоваться на банките, а? На Дурак ты, Толенька Да и оба вы дурачки Настя! Целую Масточка Субтитры сделал DimaTorzok Масточка Масточка Субтитры сделал DimaTorzok Тага, ты на? Угу, и салкога, и салкога. И салкога, и салкога. И салкога. И салкога. Митенька, пожалуйста, забудь этот номер телефона и не звони, хорошо? Настя, Настя, ты сама мне это сказала. Митенька, солнышко, я этого не говорила. Говорила. Я тебе показалась. Нет, не показалась. Митя, я тебе говорю, что тебе показалась. Не кричи на меня. Митя, я не кричу, это ты сейчас кричишь. Я тебя люблю. Митенька, миленький, я, может быть, тоже очень тебя люблю. Но это невозможно. Или может быть. Митя, хорошо, без может быть. Я очень тебя люблю. Но это не значит, что нужно переворачивать все мои слова. Настя, не вешай, пожалуйста, трубку. Настя, Настя. Но я не вешаю трубку, я молчу просто. Да не гони ты так, что это гонишь-то. Легавые тормознут, будут проблемы. Спокол, хочу ты. Их тут никогда не стояло. Я этот район знаю, как свои пять пальцев. Мы этот вещевой рынок крышевали. Хе-хе-хе. Да смотри, а хорошо идет, а. Даром все рухли. Глушак пробит и идет нормально. Легавые у нас. Че там сзади трехнуло? Что? Че там, посмотри. Что это я пальцами стучу. Ага. Слушай, а я вот все думаю. Может мы все-таки зря мерсак дернули, а? Слишком приметная машина. Че не зря. Эта корыта никто искать не будет. Да и от ментов сорваться можно в случае чего. Поставим этот мерсак у дворя. Набьем тротильчиком. Сработает так, что никто и костей не соберет. А главное, чубель ничего не заподозрит. Ну как ему придет в голову, что мы мерсак срывать будем, а? Легче москвич заминировать или акул. Да тут сам Бог велел. Стекла нет. Сел да поехал. Рванем ее завтра вместе с дюбелем. По полной программе. Слушай, здесь выезд из города. Тут мусора всегда тусуются. Давай пометили. Ага. Тур Crews Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова